Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем 18 главу Евангелия от Иоанна. С этой главы начинается эпопея страстей Господних. После того, как Христос произносит слова Своей первозвященнической молитвы, начинается момент, пробил его час. И слово час в Евангелии от Иоанна имеет совершенно конкретное значение. Слово час означает момент жатвы, момент урожая, момент суда, момент, когда женщина рождает ребенка. Это какой-то решающий момент, ради которого Христос пришел в этот мир. Это момент его смерти и воскресения. «Сказав сие, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его». Мотив сада, конечно, нас возвращает к Эдемскому саду. Точно так же, как начало человеческой истории происходит в Эдемском саду, с грехопадения Адама и Евы, окончательное искупление, спасение тоже происходит в саду. И традиционно считается, что это Гефсиманский сад. Это место знал и Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей, первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями, светильниками и оружием. «Иисус, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им, «Кого ищете?» Ему отвечали, «Иисуса Назарея». Иисус говорит им, «Это я». Стоял же с ними и Иуда, предатель его. И когда сказал им, «Это я», они отступили назад и пали на землю». Здесь происходит очень странный момент. Во-первых, Христос остается один в окружении 11 учеников. Иуда приходит с отрядом воинов, стражников и гвардейцев, как бы мы сказали сегодня, первосвященников для того, чтобы арестовать Христа. И эти силы кажутся совершенно непропорциональными. Но дальше происходит очень странная вещь. Христос берет инициативу в свои руки. Он действительно царски свободен, и поэтому он первым задает вопрос, «Кого ищете?» Ему отвечают, «Иисуса из Назарета», «Иисуса Назарея». И на слова стражников Христос говорит, «Это я, аз есмь». И дальше происходит странная вещь. Почему-то воины отступают назад и падают ниц. На языке евангелиста Иоанна это исповедание «аз есмь» фактически является священным именем Бога, священной тетраграммой, которая переводится в наших языках словом «Господь» – «кириус» по-гречески. Иудеи, когда видят эту тетраграмму в тексте, они произносят слово «Адонаи», непроизносимое священное имя Бога. И поэтому почести, которые оказывают стражники, пришедшие арестовать Христа, указывают на то, что Христос и есть тот Господь. И повторно Христос спрашивает, «Кого ищете?» Повторно отвечает, «Это я». И дальше его царское достоинство проявляется в том, что он готов, чтобы его арестовали, но он хочет сохранить жизнь своим ученикам. «Да сбудется слово, реченное им, из тех, которых ты дал мне, я не погубил никого». И в ответ на действия стражников Симон Петр со всей горячностью, присущей ему, извлекает меч и ударяет преразвященнического раба. Его удар настолько точным, что он отсекает ухо этому рабу, имя ему Малх. «Но Иисус сказал Петру, вложи меч твой в ножны, неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Эти слова Христа, обращенные к Петру, «вложи свой меч обратно в ножны», будут неким пророчеством о том, чтобы христиане никогда не утверждали свою истину с помощью оружия. Истина является оружием сама по себе, и поэтому Петр совершенно спокойно может вложить меч в свои ножны. И Христос должен принять то, что является неприемлемым, что невозможно принять, то есть войти в те страсти, предсмертную муку, которые назначены ему согласно Писанию. И дальше развиваются одна за другой сцены суда. Стражники приводят Христа к первосвященникам. Здесь есть своя тонкость. Дело в том, что первосвященником был Анна, и должность эта является пожизненной. Но римляне потребовали, чтобы первосвященником стала его тесть Каиафа. Но Анна обладает по-прежнему очень большой властью, и поэтому стражники отводят именно к Анне Христа сначала. Тогда воины и тысяченачальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали его, и отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. По мере того, как разворачивается сцена допроса Христа первосвященниками, фактически это не суд, поскольку судебный приговор уже давно вынесен, смертный приговор уже вынесен, и обжалованию не подлежит. Это, скорее всего, лишь некий протокол, когда подводится итог, собираются окончательные свидетельства против. И по мере того, как разворачивается этот допрос, мы оказываемся наедине с Петром, и происходит отречение Петра. В других Евангелиях Петр трижды отрекается от Христа, здесь это происходит дважды. И тоже есть свои нюансы, как это описано евангелистом Иоанном. За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик. Ученик же сей был знаком первосвященнику, и вошел с Иисусом во двор первосвященнический. Вероятно, это другой ученик, и есть евангелист Иоанн, который является непосредственным свидетелем всего происходящего. И действительно, мы чувствуем, что он лично был знаком с первосвященником, он знает имя раба, этого первосвященника. И поэтому его пропускают, как кого-то, которого хорошо знают в этом доме. Петр стоял вне, за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвернице, и вел Петра. Тут раба предверницы говорит Петру, «И ты не из учеников ли этого человека?» Петр сказал, «Не аз есмь». Нет. Но опять же, та форма, которая здесь употреблена, говорит о том, что Петр не просто говорит, что это был не я. Опять же, здесь игра с именем Божиим. Как будто Петр отрекается не просто от своего учителя, но отрекается от Господа. Удивительно, что Петр здесь проявляет такой малодушие, потому что кто такая предверница, которая спрашивает? Он бы мог ничего не отвечать ей. «Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся». В этот момент камеры перемещаются в то место, где происходит допрос. Первосвященник спросил Иисуса об учениках его и об учении его. Иисус отвечал ему, «Я говорил явно миру, я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил». Когда он сказал это, один из служителей, стоявших близко, ударил Иисуса по щеке, сказав, «Так отвечаешь ты, первосвященнику?» Иисус отвечал ему, «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня». Здесь мы видим, что Христос оказывается в роли подсудимого, но ведет он себя совершенно свободно, как будто он судья. И действительно, он судья, он задает вопрос, «Если я сказал какую-то ложь, скажи, в чем я солгал? Если я сказал правду, то почему ты меня бьешь?» Это может тебе позволить только человек, который чувствует себя совершенно царски свободным, и наоборот, молчание Анны в этот момент говорит, что на скамье подсудимых оказывается первосвященник. Анна молча посылает его, связанного, к Иафе. Опять мы возвращаемся в сад, где находится Петр, и греется около огня, и здесь ему кто-то говорит, «И ты не из учеников ли его?» Он отрекся и сказал, «Нет». Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которого Петр отсек ухо, говорит, «Не я ли видел тебя с ним в саду?» Петр опять отрекся и тотчас запел петух. Следующий эпизод происходит в доме Пилата, в Притории. И вся эта сцена очень тонко структурирована. Мы видим семь эпизодов, которые сменяют один другим, и Пилат то входит, то выходит из Притории. «Итак, от Каиафы повели Иисуса в Приторию. Было утро, и они не вошли в Приторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху». Опять же, когда евангелист указывает на час, это никогда не бывает просто хронологией. Было утро, утро — это время, когда вершится суд. Точно так же, как и утро воскресенья — это какой-то будет особый знак. И иудеи не входят в Приторию, потому что, если они войдут, то они будут осквернены, поскольку Пасха, то они не входят для того, чтобы праздновать Пасху. Они отказываются от Христа, предают Его язычникам, и Иисус уже не сможет праздновать Пасху согласно иудейскому обычаю. «Пилат вышел к ним и сказал, «В чем вы обвиняете всего человека?» Они ему сказали в ответ, «Если бы он не был злодей, мы бы не предали его тебе». Прекрасный ответ. Они не говорят, в чем вина. Они говорят, что приговор уже вынесен, и тебе остается только его привести в исполнение. Здесь есть тоже своя тонкость. Приговор вынесен не в храме, потому что, если в богохульстве обвиняется человек, то его должны побить камнями, и приговор должен быть вынесен в храме. Но приговор будет окончательно вынесен на территории римлян, для того, чтобы казнь была совершена не по иудейскому обычаю, не через побиение камнями, но, как сказано в Писаниях, Христос должен быть вознесен, возвышен. И поэтому его смерть через повешение будет исполнением этого пророчества. Поэтому он осужден по закону иудеев, а казнен будет по закону римлян. Пилат сказал им, «Возьмите его вы, и по закону вашему судить его». Иудеи сказали ему, «Нам не позволено предавать смерти никого. Да сбудется слово Иисусова, которое сказал он, дабы разуметь, какой смертью он умрет». Итак, первый эпизод, когда Пилат остается один на один со Христом, задает ему вопрос, «Ты царь иудейский?» Следующий вопрос будет, «Ты царь?» И здесь будет намек на то, что ты царь мира, высочайшая власть в этом мире. И третий вопрос будет вопросом об истине. Итак, «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему, «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне?» Замечательный тоже ответ, уклончивый. Пилат отвечал, «Разве я, иудей, твой народ и первосвященники предали тебя мне? Что ты сделал?» В действительности Пилат испытывает глубокое презрение и отвращение к иудеям. Иудеи приводят человека, которого обвиняют в том, что он провозгласил себя царем, ничего кроме брезгливости у Пилата не вызывает. Но он уважающий себя римлян и поэтому проводит следствие, как положено. Иисус отвечает, «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям, но ныне царство мое не отсюда». Пилат предчувствует, что речь идет о какой-то высшей власти. Он прекрасно знает, что такое власть. Он наместник римского императора. Римский император – это последняя инстанция в Римской империи. Это абсолютная власть. Более того, власть, которая себя обожествляет. И здесь вдруг перед ним стоит некто, кто говорит о еще более высшей власти. И этот разговор вселяет в сердце Пилата определенные смущения. «Итак, ты царь?» Иисус отвечал, «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины слушает глаз моего». Фактически, Христос говорит, «Да, я царь, и я истинный царь». «Царь истины» означает «истинный царь». На что Пилат переводит разговор в философское русло. Он римлянин и прекрасно знает, что такое варитас, что такое истина. Итак, Пилат говорит, что есть истина. Ответ, который даст ему Христос, будет другим. Христос ему говорит, кто есть истина. Сказав это, Пилат выходит к иудеям и говорит, «Я никакой вины не нахожу в нем, но у вас есть обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли отпущу вам царя иудейского?» Тогда опять закричали все, говоря, «Не его, но вараву». Варава же был разбойник. Пилат не берет на себя смелость вынести приговор. Для того, чтобы обойти закон, он прибегает к обычаям, к традиции. Но этот шаг для него станет роковым, потому что если ты однажды делаешь уступку истине и пытаешься спрятаться за букву «обычая», тебе провал обеспечен. И, собственно, этот тактический шаг Пилата обеспечит его поражение. Действительно, существовал обычай на Пасху объявлять помилование одному из арестованных. И народ требует отпустить им вараву, который был разбойником. На портале Exeget.ru с вами был Протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга.